Он оставался в детском доме, а я избегала оттуда. Я много раз такое было, и потом, когда я приезжала обратно, я видела его, я уже тогда вот... Я уже поняла. Ты не имеешь права его бросать. Сегодняшние сироты – это дети, пострадавшие от собственных родителей или никогда их не видевшие. У них нет представления о позитивной модели семьи, и в будущем им сложно создать свое. В детских домах не могут дать опыт нормальной семейной жизни. Для этого необходимо отношение со значимым взрослым. А ведь такие взрослые у многих из воспитанников есть. Это их братья и сестры, которые уже покинули стены детского дома. Порой не получается как-то у них встречаться и сестры, и братья заняты уже у всех, и свои семьи, и дети. Но такие встречи – это дорогого стоит, обязательно это нужно. Наш новогодний проект мы придумали для того, чтобы воспитанники детского дома не чувствовали себя сиротами. Чтобы они смогли встретиться со своими родными, которые сейчас строят свою жизнь вне стен сиротского учреждения. Чтобы те и другие в рождественской атмосфере начали создавать свой первый семейный альбом. В этом нам помогла шеф-редактор и ведущая программы события Инга Пеннер. Ее увлечение фотографией легло в основу этого проекта. Здорово, что они такие поводы придумываются. Это, мне кажется, лучше, чем приехать в какое-либо такое официальное казенное учреждение, где находятся дети, подарить им кулечек с подарком каким-то сладким, от которых у них потом будет диатез и болеть печень, и уехать, подумав о том, что ты сделал доброе, прекрасное. Может быть, тебе даже дети улыбнулись. А здесь они просто имели возможность как-то день провести несколько иначе. Может быть, этот день запомнится за весь этот месяц, декабрь, как главным днем этого декабря. Специальный выпуск программы «Право на маму» выйдет в эфир 26 декабря в 19.35. После этого герои нашей программы получат в подарок семейные фотографии, память о теплой встрече и свидетельство того, что они не одни в этом мире. Инесса Панченко и Инга Пеннер, Ордем Сулайманов, События. Продолжение следует...